ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мы уже говорили о том, почему люди сильно критикуют преданных. Одна из причин, вероятно, справедливая, заключается в том, что мы замечаем, как в нашем движении происходят неправильные вещи, и это нас огорчает. Причём в некоторых случаях вполне оправданно. В каком-то смысле можно сказать, «Это хорошо, что мы огорчаемся. Куда хуже было бы, если бы мы не расстраивались из-за этого». Ведь если мы огорчились, значит, нам не безразлично, и мы будем прилагать усилия, чтобы попытаться это исправить. Противоположность тому, чтобы просто пребывать в апатии и пустить всё на самотёк. Поэтому быть расстроенным — это не проблема. Вопрос лишь в том, что вы делаете с этой энергией. Когда эта энергия в невежестве и проявляется в виде гнева, она опускает сознание людей. Когда эта энергия в гуне страсти, вам хочется доказать, что вы правы. Я знаю, что здесь творится. Если же энергия более благостная, вы ищете решение проблемы, которое поможет возвысить сознание окружающих людей и улучшить ситуацию. Изначально реакция на ситуацию может быть правильной. Мы указываем на ошибку. Но что мы делаем потом? Как реагируем? Это может происходить в невежестве или в страсти. Это важно понимать. Мы видим вокруг немало деятельности, и часто, чтобы решить проблему, преданные действуют преимущественно в духе страсти и невежества. Но проблемы таким образом не решаются. Решение должно быть по меньшей мере в благости, если не духовным. Такова вайшнавская культура. Мы можем быть расстроены из-за чего-то, и это нормально. Но что вы будете делать, когда расстроены? Как вы это воспримете? Как вы будете взаимодействовать с другими преданными в данной ситуации, чтобы прийти к общему решению, которое поможет её исправить? Ведь порой решение проблемы создаёт ещё больше трудностей. Если мы действуем в гуне страсти и невежества, это создаст лишь ещё больше проблем. Недавно в лекции я услышал про эффект кобры. Что же такое эффект кобры? Было время, когда Дедели кишил кобрами, и правительство стало платить людям за убитых змей. И вайши решили, я буду разводить кобр. Город пытался избавиться от кобр, и за это людям платили. Убейте кобру и приносите нам. Но корыстные люди подумали, почему бы нам просто не выращивать кобр? Тогда у нас будет много змей, мы принесём их и хорошо заработаем. Но городская администрация задумалась, откуда все эти кобры. А позже выяснилось, что этих кобр выращивали специально. И тогда правительство заявило, «Хватит, мы больше не будем за это платить». И тогда люди, которые разводили кобр, просто выпустили их на улицы города. И в городе стало ещё больше кобр, чем было до этого. Это и называется эффектом кобры. Это показывает, что иногда решение проблемы хуже самой проблемы. Поэтому решение в страсти или невежестве — это не решение. Да, это хорошо, что вы видите проблему. Хорошо, что вы не безразличны. Но как вы её решаете? Вот в чём ключевой момент. Насколько вы в сознании Кришны? Насколько вы чисты и благостны или духовны? От этого зависит, как вы будете справляться с трудностями. Но если проявляется беспримесный гнев, и ваше решение заключается в том, что я буду совершать вайшнава аппаратхи по отношению к каждому преданному, и у меня есть на это право, так как они поступают неправильно. Это не сознание Кришны. Это просто гуна невежества и гнев. Нам необходимо отслеживать это в себе и в других, и не вестись на эту гуну. К сожалению, мы пришли из этой гуны, и нам нетрудно на неё купиться. Однако это вовсе не то, что мы пытаемся взращивать в сознании Кришны. Покажем Эрмистислитесь на консессах.